МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии работают Виктория Антонишна, Алмаз Ашим. Здравствуйте. Названа предварительная причина трагедии на шахте Абайская в Карагандинской области. По данным главы регионального ДЧС, авария по всем признакам носит техногенный характер. Находившиеся в забое люди погибли от удушья из-за внезапного выброса метана и угля. Напомню, ЧП унесло жизни шестерых горняков, еще двое в реанимации. На шахте сообщили, смена проводила плановые ремонтные работы. В забое произошел выброс большой концентрации газа метан с полным отсутствием кислорода, в результате чего шахтеры погибли от удушья. Предварительными причинами являются техногенный характер, связанный с внезапным выбросом газа метан в груди забоя. По факту выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области начато расследование. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Опубликован список погибших. В нем, напомню, шесть фамилий. Самому старшему из горняков было 53 года, младшему 31. Не вернулись из-за боя Сергей Краус, Виталий Шмидт, Наиль Абдулин, Сергей Корниенко, Алексей Супрунов и Николай Скитченко. Касум Жумар Тукаев выразил соболезнования родным и близким погибших из-за выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом сообщается на сайте Аккорды. Президент поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделение МЧС во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии, говорится в сообщении. Тем временем в департаменте по ЧС Карагандинской области открыта горячая линия. Номера телефонов вы сейчас можете видеть на экране. К событиям в мире число жертв взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне достигло по меньшей мере 98 человек. Трагедия произошла на оживленном перекрестке столицы страны, городе Фритаун. Бензовоз столкнулся с грузовиком и в этом ДТП произошла утечка горючего. Люди, которые были рядом, бросились собирать разлившееся топливо и в этот момент прогремел взрыв. Десятки получили ранения. Президент этой западноафриканской страны заявил, что глубоко поражен трагическим событием и огромным числом жертв. Судя по кадрам, ударная волна сравняла с землей жилые кварталы в радиусе нескольких сотен метров. Как минимум 19 человек погибли из-за жуткого ДТП в пригороде мексиканской столицы. По предварительной информации, у грузовика, двигавшегося на большой скорости, отказали тормоза. После чего он протаранил несколько машин, которые стояли в очереди на пункте облаты проезда. От удара 10 автомобилей загорелись. Есть погибшие среди водителей и пассажиров. На месте происшествия работают спасатели. Движение по трассе перекрыто. На премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Казми совершили покушение. Резиденцию политика атаковали несколько дронов со взрывчаткой. На кадрах с места событий видно, что ударом повредило машину во дворе, разрушены стены, выбиты двери. Также пострадали 10 охранников Аль-Казми, а сам он, по официальным данным, не ранен. Хотя изначально СМИ сообщали, что премьера госпитализировали. В США назвали произошедшее терактом и предложили Ираку помощь в расследовании. На мою резиденцию совершено подлое нападение, но со мной все хорошо. Мы призываем к спокойному и конструктивному диалогу наших противников. Нью-Дели накрыл слой токсичного воздуха. Индекс его качества в столице превысил 500 баллов. При этом хорошим он считается тогда, когда показатель колеблется в промежутке от нуля до 50. Уровень загрязнения стал критическим после празднования фестиваля Дивали, во время которого жители нарушили запрет на запуске фейерверков. Но главная причина плохого состояния воздуха – это массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях в окрестностях города после сбора урожая. Метеорологи предупреждают, что ситуация не улучшится до вечера 7 ноября. По оценкам индийских ученых, загрязнение сокращает продолжительность жизни жителей Нью-Дели в среднем на 6 лет. Отмечу, несколько лет подряд мегаполис становится городом с самым загрязненным воздухом в мире. Ситуация ухудшилась после Дивали. Мы видели, как жители нарушают запрет на использование петард, запускают фонари. Тяжело не только столице, но и всему северному региону страны. Столица Китая и ряде других регионов страны объявили предпоследний оранжевый уровень погодной опасности из-за снегопада. В некоторых районах снежный покров достиг 30 сантиметров в высоту. В провинции Шань-Си на севере КНР закрыто несколько автомагистралей. Непогода стала причиной аварии в городе Ухай. Три человек погибли, двое получили ранения. Имитация похорон Куалы и группа политиков, закованная в цепи. Такие инсталляции выбрали участники климатических протестов, чтобы обратить внимание глав государств на проблему глобального потепления. Демонстрации проходят по всему миру, в то время как в Глазго продолжается 26-я климатическая конференция. На ней подводят итоги борьбы с глобальным потеплением. Подробности в нашем сюжете. Это не съемочный процесс и не празднование Хэллоуина. Таким образом, активисты австралийского Мельбурна решили наглядно показать. Вот что произойдет с животными, если не решить проблему изменения климата. Демонстрации также прошли в Южной Корее, Нидерландах, Турции, Индонезии и в других странах. Не утихают и протесты в самом Глазго, где продолжается международная конференция. Последняя акция протестов объединила тысячи людей. Некоторые демонстранты даже не покидали своих домов, устроившись плакатами прямо на подоконниках. Но основная масса людей, конечно, вышла на улицы. А вот вереница людей в масках изображает политиков. Всех их сковали цепью. На табличках указаны фамилии действующих мировых лидеров. Их окрестили климатическими преступниками за обещание сократить выбросы парниковых газов, остановить вырубку лесов и постепенно отказаться от угля. Молодежь считает принятые меры недостаточными и призывает отказаться от проведения бессмысленных, по их мнению, саммитов. Скажите, как объяснить фермерам, за что им такие потери урожая из-за засух и наводнений? Кажется, что это уже никогда не закончится. Но наши лидеры продолжают открывать новые угольные электростанции, заводы, строить нефтепроводы, не прислушиваясь к голосам, которые просят о помощи из-за происходящих разрушений. Лидеры не могут понять, что мы не можем есть уголь, мы не можем пить нефть и мы не можем дышать выбросами газа. Я думаю, что активисты говорят правду. Эта конференция не приносит тех результатов, которых все ждали. Думаю, что самым важным было то, что правительства 20 стран заявили о том, что они больше не собираются финансировать и разрабатывать месторождение угля за рубежом. Среди них США, Канада, Великобритания и Италия. Думаю, что это сигнал о том, что у ископаемого топлива нет будущего. Нужно и дальше двигаться в этом направлении. Основная часть мероприятия уже позади. Мировые лидеры покинули Глазго. Однако конференция продолжается. Впереди почти неделя обсуждений. Окончательные выводы по ее итогам можно будет сделать не раньше пятницы 12 ноября. Последний день климатического события. Вероника Боярова, Хабар, 24. Павлодарские защитники природы усилили контроль в местах, где запрещено охотиться. Говорят, в этом году зверя много, и это искушает браконьеров. Сезон только начался, но уже преподнес для охотников сюрпризы. В Комитете лесного и охотничьего хозяйства сейчас разрабатывают новые правила добычи зверя. На пойме охота запрещена. Сейчас немножко косули здесь у меня вот в этом районе. Ханат Бахжанов – потомственный лесник. 20 лет стережет лес, оберегая его обитатели от браконьеров. На его счету десятки нарушителей природоохранного законодательства. Здесь косуля, здесь у меня вот в данный момент, вот здесь вот где-то около 9 особей ходят в этом районе. Есть енотовидная собака, барсук, бобер появился у нас сейчас как бы на пойме близ. Ну, заяц, лиса, корсак. Пока кормов пойме достаточно, говорят лесники, но зима предстоит суровая. В морозы будут подкармливать зверей и птиц, иначе до весны выживут немногие. Леснищи подсчитали, что в этом году на охраняемых участках обитают более полсотни сибирских косуль. Именно для них и соорудили вот такие кормушки. Ну, все, теперь покров увеличится побольше, снега больше будет, чуть корка появится, мы здесь заполним сено. Веничков наложим сюда, сюда. Соль поставим в солянке. На этой части поймы 11 особо охраняемых участков, почти тысячу гектаров пойменного леса. Стерегут и днем, и ночью. Браконьеры встречаются, но редко. Знают, охота на пойме категорически запрещена и преследуется по закону. У охотников должно быть всегда разрешительные документы. Без разрешительных документов не полагается охотиться, запрещается. То есть, если охотник вышел без разрешительных документов и не на той территории, то его могут штрафовать. В нынешнем охот-сезоне изменились правила. Добывать разрешено 20 видов диких животных. Изменения коснулись и охоты вблизи населенных пунктов. Теперь охотиться можно не ближе 5 километров от села. На 45 тысяч видов особей были выделены лимиты. Было реализовано порядка 100 разрешений на изъятие объектов животного мира. Сейчас можно любителям охоты обратиться с субъектом охотничьего хозяйства и приобрести путевки для охоты. Косули на пойме иртыша. В Павловской области действует 38 охотничьих хозяйств. Этой зимой охотников готовы принять 29 из них. Остальные находятся в резерве. Полный запрет на отстрел дичи также действует на территориях Козелтавского заказника, Байнульского национального парка, природного резервата Ирты Сорманы и на пойме иртыша. Ербулабишев Марат Игликов из Павловской области, Хабар, 24. Пандемия коронавируса сказалась на сфере образования. Закрытие школ и срыв привычного учебного процесса привели к снижению уровня успеваемости. По данным исследований специалистов ЮНИСЕФ, потери знаний среди казахстанских школьников в среднем составили от 30 до 50%. В Козловардинской области восполнять пробелы предстоит учащимся 311 школ. Как именно, узнавали наши корреспонденты. Эксперты посчитали, 10 дней без уроков могут снизить уровень знаний школьника на 5-10%. Вычислить потери за период пандемии – дело техники. А вот восполнить пробелы непросто. Сначала, говорят учителя, нужно оторвать детей от гаджетов. Потом заставить их взять в руки книги. Заметно снижение интереса школьников к учебе. Многие дети проводят время за гаджетами и на различных веб-сервисах. Мы использовали этот факт для повышения их интереса к дисциплинам. К примеру, дали возможность изучать тему и проверять знания по ней с помощью гаджетов. Кроме того, реализуем разные проекты, такие как «Помоги сделать домашнее задание» и «Помоги другу». Были взяты несколько пробных тестов. Результаты показали динамику роста успеваемости среди учащихся за два месяца. До конца учебного года думаем достигнуть хороших показателей. Процесс долгий и непростой, но учителя стараются. Как оживить учебный процесс и пережить образовательный кризис? Эти вопросы обсуждали и на встрече Лиги директоров. Участники анализировали эффективность реализуемых научно-образовательных проектов и изучали новые подходы управления школой. Как координировать работу? Каким менеджером нужно быть руководителю школы? Какие ошибки и недостатки нужно учитывать? Вопросов очень много. Рекомендации практически по каждому. Мы собрали в концептуальном сборнике «Теория, практика, деятельность, площадка новых взглядов». Кроме того, говорили о проектах. Они реализуются в 20 направлениях и уже дают ожидаемые результаты. По итогам первой четверти уровень знаний козлардинских школьников составил 60%. Чтобы получить должный результат, сейчас в школах региона увеличивают количество дополнительных уроков и кружков. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Козларда, Хабар-24. 18 километров еще предстоит отремонтировать на участке трассы Аулия-Коль-Желдома в Костанайской области. По проекту за два года в порядок планировали привезти 207 километров в дороге. Однако один из участков остался без асфальта. Для окончания работ необходимо около 400 миллионов тенге. Они нужны на строительство автополотна и обочин. Сейчас на незаконченном отрезке сняли старое покрытие, укрепили основанием. Проезд пока разрешен для всех видов транспорта. В связи с дефицитом бюджета мы переносим его на следующий год. Заключаем, направляем дополнительные соглашения подрядчику, что подписываем и уже в бюджете будем предусматривать эти деньги. Работы начнутся как с наступлением погодных условий, теплых. Это май. Думаю, что июль месяц мы вот эти 18 километров положим в асфальт. 11 лет назад несколько населенных пунктов Тарабагатайского района Восточно-Казахстанской области оказались подтопленными в результате весенних паводков. Тогда из-за большой воды своих домов лишились почти 3000 жителей. Но всего через три месяца два села отстроили заново. За годы независимости поселки стали образцово-показательными. Жители занимаются хозяйством, активно развивают малый и средний бизнес. О том, как теперь живут в Кок-Жира и Жан-Теке, узнала Ася Мутешева. Трудно поверить, но когда-то на этом месте было целое село, в котором проживали полторы тысячи жителей. Но в 2010 году из-за резкого потепления и обильного таяния снега 250 домов ушли под воду. Теперь на месте когда-то процветающего села остались лишь руины. Жамбыл Жуманбай всю жизнь прожил в родном селе. Вспоминает, это было третье и самое сокрушительное наводнение. Вот здесь был мой дом, от него даже фундамента не осталось. В селе было 250 домов, все смыло водой. Тогда нас быстро эвакуировали, но весь домашний скот погиб. Такая же беда тогда настигла и соседний аул Кок-Жира. Жители признаются, не надеялись, что два пострадавших села возведут заново. Сегодня это образцово-показательный поселок городского типа. Жители активно развивают малый и средний бизнес. Есть современная школа, врачебная амбулатория, детский сад и заасфальтированные дороги. А в прошлом году в населённых пунктах обновили систему уличного освещения. Сами видите, как теперь выглядит наш аул. Он стал краше и больше. Жители довольны. Когда строили новый аул, с нами советовались. У меня теперь большой дом с пятью комнатами. Есть питьевая вода, чего не было в старом ауле. На этом месте не было ни одного сооружения, одна лишь степь. Теперь здесь большое село, где есть школа, почта, амбулатория, мечеть, садик и парк. У многих своё хозяйство. А вот выпускник семейского университета Ролан Кенесханов приехал в село Кок-Жира по программе с дипломом в село. Сейчас работает в школе учителем изобразительного искусства. Я начал свой трудовой путь здесь. Мне предоставили дом, выделили подъёмный. Уже пятый год работаю. Село образцовое, уютное. К тому же здесь я создал свою семью. Мне здесь очень нравится. За 11 лет угрозы подтопления ни разу не возникало. В районе есть всё необходимое. 83 спецтехники, свыше 900 тонн инертного материала, около 20 тысяч тонн бензина и дизельного топлива, а также 8 мотопомп. В процветание населённых пунктов немалый вклад вносят местные бизнесмены. А в будущем в селах планируют возвести дома культуры и этноархеологический музей. Асим Утешева, Берег Жобалайулы, Хабар, 24, Восточно-Казахстанская область. Крупные компании второго по величине корейского города намерены инвестировать в проекты на территории Казахстана. Экономическое и культурное сотрудничество обсуждали во время первого официального визита посла нашей страны в Корее, Бакыта Дюсинбаева в Пусан. Казахстанская делегация встретилась с руководством мегаполиса. Обсуждались организационные вопросы по открытию генерального консульства нашей республики в этом городе. Напомню, соответствующий указ подписал в августе президент Касымжомар Тукаев. Возможности совместного производства кинопродукции рассматривались на встрече с председателем Пусанского международного кинофестиваля. Корейская сторона отметила высокий уровень качества казахстанского кино. В этом году сразу несколько компаний нашей страны заявили о себе на крупнейшем кинофестивале в Азии. Инвестиционные возможности нашей республики были представлены за круглым столом с участием самых крупных компаний региона. Бизнесмены выразили заинтересованность в сотрудничестве в таких областях, как производство обуви, логистика, нефтехимия и автомобильные комплектующие. Мы узнали Казахстан как главное государство в Центральной Азии с большими транзитными возможностями. Мы занимаемся логистикой. Если представится возможность, хотели бы инвестировать в эту сферу. Ведь отправлять грузы в Европу и скорее через территорию Казахстана можно в три раза быстрее, чем морским путем. Ретро-музей в сельской глубинке открыл коллекционер из Затраусской области. 70-летний Галымжан Мукашев десятки лет занимался сбором различных экспонатов. Собралось их более 150. Пенсионер знает историю каждого предмета и делится ею с посетителями. В атмосферу прошлого погрузились наши корреспонденты. Ни входных, ни смотрителей, ни табличек. Ретро-музей Галымжан Ата открыл в собственном доме. Экспонаты собирал с самого детства. Необычные вещи, говорит, доставались ему от родных, знакомых и соседей. В числе самых дорогих – прялка мамы. Это память о моей маме. Она бесценна. Я хочу, чтобы о ней помнили внуки и правнуки. Впрочем, все экспонаты здесь хранят историю прошлого. Это предметы быта и техника. Вещи, которые вроде бы уже и не нужны, но расставаться с ними жалко. На вещи из близкого и далекого прошлого приходят посмотреть от насельчане. Молодежь из любопытства, старики за воспоминаниями. Интересно, одинаково всем. Этому патефону больше 70 лет. Устройство, выпущенное в 50-х годах прошлого столетия, и сейчас работает безупречно. Впрочем, не только оно. Коллекционер смог сохранить функциональность почти всех выставленных предметов. Исправные 200-летние жернова, старые телевизоры и радиоприёмники, музыкальные инструменты и фотоаппараты. В числе последних приобретённых экспонатов, фотографий, комплектующая фототехника прошлого века. В нашем районе были известны фотографы, Есетов Талекхабала и Марат Суинышев. Их дети передали в мой музей ряд уникальных вещей. К слову, коллекционер планирует расширить музей и увеличить количество экспонатов. А ещё мечтает показать их жителям области и страны, чтобы подарить людям возможность окунуться в прошлое. Национальная сборная Казахстана по боксу завоевала пять медалей на чемпионате мира в Белграде. Победителями стали Тимиртаз, Жусупов, Исаакен, Бибосынов. Последний в поединке за золото встречался с Роско Хиллом из США. Победил единогласным решением судей. Серик Тимиржанов, вступающий в весовой категории до 57 килограммов, в финале уступил американцу Джамале Харви. И итоговый результат на мировом первенстве – второе общекомандное место в медальном зачёте. Я считаю, что это не только моя победа, это победа моего отца, тренера, а также всех тех, кто приложил свои усилия, чтобы я оказался здесь. Всегда чувствую поддержку всей нашей страны. Спасибо за это. Обещаю, что не буду останавливаться на этом. Я буду делать всё возможное, чтобы в последующих соревнованиях достойно представлять честь Казахстана и бороться только за самые высокие места. Закончим на этом. Немного позже вернёмся. До скорого. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова